Один из гарантов юридической безопасности человека – соблюдение его прав. Однако рассчитывать на добросовестность людей не стоит. Одно из распространенных мест, где могут возникнуть споры и разногласия на бытовой почве – продуктовый магазин. В сегодняшнем выпуске программы «Право каждого» вы узнаете. Можно ли вернуть продукты в магазин, если их срок годности истек до покупки? Как поступить, если цена на товар в чеке и ценнике оказалась разной? Можно ли не платить за разбитый товар? В эфире программа «Право каждого» на телеканале «Видное ТВ». Мы начинаем. Магазин – место, куда каждый приходит за товарами первой необходимости. Постоянный спрос людей повышает темп работы сотрудников магазина, которым необходимо вовремя убирать просроченные продукты, заменять ценники и многое другое. Однако не всегда это получается сделать в срок. Максим пришел в продуктовый у дома за молоком. Деньги он рассчитал по старому ценнику и взял с определенную сумму. Однако на кассе оказалось, что товар подорожал. И вместо положенных 59 рублей Максиму предлагалось заплатить по новой цене 85 рублей. Быстро сориентироваться в такой ситуации сможет далеко не каждый. Важно знать, как остаться на стороне закона и при этом не потерять деньги. В этом вопросе нам помогла адвокат видновского филиала Московской областной коллегии адвокатов Елена Матрёнина. Одна из самых распространенных ситуаций конфликтных в супермаркетах, магазинах, это разница в цене на этикетке и в чеках. И чаще всего сотрудники магазина находят свое оправдание в том, что якобы они не успели заменить эти чеки, была акция, а теперь они вот не успели, пока товар выставляли. Ну, нам всем известно, в принципе, в бытовой ситуации о таких проблемах в магазине. И, конечно, покупатели склоняют при этом оплатить продукцию именно по той цене, которую пропечатал кассовый аппарат. Однако у нас есть статья 10 закон о защите прав потребителей. Продавец обязан предоставить покупателю достоверную информацию о товаре. Вы имеете право требовать оплаты товара по тому ценнику, который в данный момент указан на полке магазина. А если уже оплатили, вот случилось такое, то требуйте вернуть разницу, ссылаясь опять же на цену на полке. Максим не растерялся, ведь он знал, как повести себя в такой ситуации. Извините, но вы пробили молоко по цене, которая выше, чем указана в ценнике. Хорошо, сейчас разберемся с вашей ситуацией, позовем администратора. Администратор подойдет, все выясним. Справедливость восторжествовала. Администратор помог Максиму приобрести товар позаявленный на ценнике стоимости и избежать переплаты. Молоко Максим купил, однако при оплате не посмотрел на срок годности товара. Дома оказалось, что приобретенное молоко просрочено. В принципе, у всего есть свои плюсы. Из такого молока могут получиться неплохие блины. Или у Максима все-таки есть шанс отстоять свое право на свежий продукт. По общему правилу, пищевые продукты обмену и возврату не подлежат, даже если покупатель передумал это сделать сразу же после оплаты. Однако закон предоставляет такое право сделать возврат товара пищевого в том случае, если он не соответствует санитарным требованиям, как-либо испорчен, просрочен. Чтобы вернуть испорченный продукт, необходимо обратиться к администратору магазина, при этом предъявить чек или копию чека, ну, соответственно, предъявить испорченный товар. И, кстати говоря, даже отсутствие чека – это не повод для отказа вам в возврате денег. Не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие вашу личность. Максим вернулся в магазин с испорченным молоком и чеком в день приобретения товара. Наш герой заменил просроченный продукт на свежий, а администратор помог ему оформить возврат товара ненадлежащего качества, чтобы заново оформить покупку. На следующий день молодой человек отправился все в тот же магазин, но уже за бутылкой воды. Желанный продукт стоял на полке ближе всего, и это сыграло с Максимом злую шутку. Что делать с испорченным товаром? Придется ли возвращать магазину убыток? Если покупатель уронил, испортил, разбил какой-то товар в магазине, до тех пор, пока он не оплачен, товар считается собственностью магазина. Соответственно, покупатель не должен за это платить, если, конечно, он не сделал это специально, то есть умышленно. Ситуация разбирается каждая конкретно. Это, наверное, записи в магазине. Если это умышленное повреждение, конечно, это уже совсем другие правоотношения, и покупатель, вернее, уже даже причинитель вреда, он должен за это заплатить. На звуки бьющегося стекла к стеллажу подошел администратор. Однако наш герой знал, как действовать. Я разбил бутылку, случайно задел, но я оплачивать ее не собираюсь, потому что она шатко стояла, и я не обязан оплачивать. Нет, в данной ситуации это не ваша вина. У нас нет ограничителей, и вы можете не оплачивать этот товар. Администратор отнесся к ситуации с пониманием. Максиму не пришлось оплачивать разбившийся товар. Чтобы пахой в супермаркет приносил положительные эмоции, важно понимать, как поступить в непредвиденной ситуации, а главное – уметь отстоять свои права. Это была программа «Право каждого» на телеканале «Видное ТВ». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!